здравствуйте приветствую себя на канале в этом видео будем создавать модель игрового контроллера так приступим для начала я грузил две картинки вид сверху и вид сбоку их откалибровал ну и как-то постарался чтобы они очень хорошо совпадали далее я нарисовал эскиз на виде сверху который соответствует очертания нашего контроллера какой смысл лучше использовать минимальное количество контрольных точек сплайнах таким образом можно будет добиться более высокого качества данных кривых затем я на виде сбоку вот такой эскиз а стоит отметить что я сейчас выделяю здесь у меня отдельные элементы присутствуют некоторые вот этот вот эти и сплайн они мне отдельно конечно это не обязательно делать но это очень сильно упростит работу это какой основной принцип идем в create form будем использовать инструменты скульпта вызовем инструмент и выберу данный профиль потом выберу данный путь и здесь обязательно нужно указать 5 1 оборот 1 5 да то есть мы делаем 5 фейсов ну в принципе так здесь есть настройка Curvative Uniform я предлагаю ставить везде Uniform нажму ОК далее из вкладки Modify мы выберем инструмент Match я переместил его вот сюда давай нам кликом выберу эти ребра выберу Target Edge позиционируем и кликну сюда нажму ОК здесь конечно вот какие-то непонятки есть но мы от них сейчас избавимся это не так критично итак мы видим что вот у нас есть на виде сбоку все очень похоже на то что мы хотим получить по нашим граням но они плоские так для начала я все-таки создам эскиз create sketch дополнительно и применю инструмент intersection curve выберу кривую сверху и вторую кривую я выберу вот этот элемент нажму ОК и finish sketch как мы видим на виде сбоку соответствует кривая этому виду а на виде сверху он соответствует вот этой кривой то есть это получается инструмент который помогает с помощью двух эскизов плоских создать трехмерный эскиз далее я применяю просто инструмент Match опять двойной клик и выберу получившуюся пространственную кривую нажму ОК так вот эти элементы можно с помощью эдита переместить каким-то образом нажимаем сюда нажимаем ОК так что будем делать дальше так дальше необходимо точно также создать эскиз еще раз инструмент intersection curve этот элемент и вот этот нажимаем ОК finish sketch появился появился вот такой второй трехмерный эскиз и попробую применить инструмент extrude к нему так куда пойдет extrude ну в принципе в этом направлении тоже сгодится выберем здесь соотношение значит 1 5 так 5 1 да и нажму ОК теперь необходимо сшить наши вершины выберу инструмент weld vertices здесь поставлю vertex to vertex и буду прокликивать их очень важно здесь очередность то есть мы кликаем на первую вершину и она перемещается на место второй вершины вставляем здесь галочку maintain crest edge ОК и получаем вот такое вот ребро здесь так что у нас здесь получается пользую edit form немножко подвину все это нажимаем ОК вот такой элементик у нас здесь получается вырисовывается так что будем делать дальше дальше мы будем мы просто сделаем extrude вот этой поверхности поснимем галочку chain selection далее выберем эту кривую и проэкструдировали так 5 1 хорошо далее инструменты weld vertices и будем их сшивать ниже собой оставляем здесь эту галочку и нажимаем ОК это как то вот так теперь выглядит так далее выберу инструмент Mirror Duplicate выберу поверхность и выберу поверхность для зеркального отображения нажму ОК получили вот такую вот элемент вот элемент а в чем особенность всего этого изменилась кривизна вот так построен алгоритм fusion он пытается построить наиболее плавную поверхность ну и так получается что при вот этих расположениях вот она находится где-то здесь но мы хотим немножко изменить нашу поверхность поэтому для начала попробую включить Mirror Mirror Internal так он здесь показывает ошибку такое это иногда происходит попробую для начала сделать Clear Symmetry нажму ОК и применить Mirror Enter ОК видим появилась зеленая линия иногда здесь такой глюк происходит то есть если мы не можем зеркально отображать нам необходимо отменить инструмент зеркально отображение и опять его применить далее инструмент Match убираю пять ребер и убираю тот эскиз который я создавал ранее нажму ОК Далее предлагаю выбрать инструмент Bridge и будем склеивать сейчас все это выберем здесь два ребра и здесь два ребра на сайту вставляем здесь два фейса нажимаем ОК так Крис выберу этот элемент а здесь скорее всего нужно сшить наш вертекс нажму ОК и так вот такой вот элемент у нас здесь остается так опять инструмент Match выберу это ребро и выберу наш эскиз вот вот эскиз окей и так ну как то вот так все это здесь вырисовывается так единственное что на виде сверху я подредактирую это место сделаю пошире окей ну так наверное будет чуть более плавно так так у нас здесь что-то осталось не достроенное поэтому я применю эти инструмент Bridge и прокликаю ребра с одной стороны и ребра с другой стороны два фейса окей так что здесь не так скорее всего нужно сделать здесь World Vertices нажму ОК так забыл поставить галочку наверное хотя нет здесь ее не было выберу Крис и выберу вот эти элементы нажму ОК далее так двойной клик не подойдет или зажатый control я выберу вот эти ребра и с помощью инструмента матч соединю их с нашим скизом вот здесь так что то нужно отключить так что то нужно отключить и так вот получилось применить этот инструмент Нажму ОК Так, далее Мне немножко не нравится Вот это место Но давайте для начала все-таки Я с помощью бриджа Закроем это отверстие ОК World Vertices В этом месте И вот в этом Нажим ОК Крис Так, хорошо Единственное, что мне не нравится Что у нас упало зло Вот это вот ребро Ну ладно Тогда будем использовать Обычный инструмент Transform Ну и вот так все это подстроим Так, здесь пододвинем ОК И будем Также применять инструмент Match По элементам Будем Здесь ОК Так, инструмент Match Это ребро Вот этот эскиз ОК Посмотрим на виде сверху Да, все это как-то очень Как-то получается Масштабируем В этом направлении И нажиму ОК Так, попробую отключить Видимость наших Физов Немножко еще Работаю с поверхностью ОК Нажму Finish Form Подключу наше Изображение Беру Origin Вот такой вот модель Корпуса рукоятки У нас получилось Создать Посмотрим на Zebra-анализ Концов Так Посмотрим Получится ли Применить к этому телу Инструмент Сейчас Shell Нажмем ОК И посмотрим Посмотрим на Фикционный анализ ОК Да, все прекрасно То есть Все неплохо Развязается Так, уберу инструмент Shell Посмотрим В меню здесь Филит На 3 Миллиметра Ну или 5 Нажму ОК В рабочем пространстве Surface Выберу инструмент Патч И выберу На Вот этот контур Нажму ОК Появилась вот такая Поверхность Солиди Выберу Сплитбадди И разрежу его С помощью Данной поверхности Поставлю здесь Галочку На всякий случай Солиди Так Включу На тело Применю Инструмент Shell Миллиметр ОК Так И включу Второй вариант И вторую половинку И здесь Итак А если Не получилось Создать здесь Shell Найду Филит Здесь И Удалю Теперь Попробуем Применить Жемень Shell 1 мм Нажму ОК Вот такую Половинку И вот Такую Получилось Создать Достаточно Быстро Причем Мы можем Вернуться По Таймлайну Редактированию Нашего Объекта Например Здесь Я захочу Вот к этому Лупу Удалить Инструмент Uncrease Нажму ОК И у меня Здесь Вот так Смягчилось Верну Видимость Нашего Эскиза Например Я очень Хочу Его Вернуть Нажму ОК Нажму Finish Form Так Посмотрим Мы видим Что Буквально В режиме Реального Времени Мы По Таймлайн Откатились Назад И поменяли Настройки Геометрии Нашего Тела Так Включу Видимость Одного Из них И как Мы видим Инструмент Shell Автоматически Тоже Здесь Применяется Еще раз Продемонстрирую Сибро Анализ Нажим ОК Хоть бы Неплохо Вот такой Интересный Подход К созданию Сложных Поверхностей Можно Использовать Дополнительно Что Можем С этим Сделать Можем Сделать Здесь Вырез Какой Нибудь На Корпусе Вырез А вот По Этому Виду Добавить Это Кнопочками Органами Управления И Уже Будет Более Полноценно Выглядеть И Более Похоже Данная Модель На Игровой Контроллер И так На этом Я данное Видео Заканчиваю Всем Спасибо За Внимание Подписывайтесь На Канал До Новых Встреч